так хорошо ну вот видишь платочки совсем другой разговор так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я не слышу голоса вашего у вас еще с голосом что-то нажали посмотрите так так слышно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против лучше я позвоню вам другое время у меня просто ребенок сейчас спит дохода чем часто позвонили тогда позвонила чтобы вы увидели что я не какая-нибудь там и не знаю понятно потихоньку говорите ребенку не помешает говорить я слышу сейчас я прихожку выйду давайте только проснулась собираюсь на утреннее правило понятно то вы многому научитесь приходя тут дело потому что сейчас если не поговорим то меня уже не будет у меня просто время перри пережатая я остался сейчас за тобой за другого поняла хорошо расскажите мне пожалуйста как я должна правильно молиться так сначала скажите вы не против что мы все выставляем интернет и наш разговор с вами нет не против все и на будущее знаете не надо там что-то не понравилось заголовок какой это уже мое право назвать его как назвал а то один тут пришел начал под язык ко мне залазить его выкинул да и все как правильно молиться а ваша душа вам что говорит на этот вопрос утреннее и вечернее правило делаю а днем я видела у вас четкие лес так да вот расскажите мне как правильно я должна молиться я купила тоже четки в нашей церкви там 50 штучек вот таки а почему 50 не 100 а нету у нас же православный храм у нас нет так а мы какой а мы-то православные есть не продали я не видела но не было может быть надо спрашивать может надо 100 ладно я вам скину здесь промо пила то что было так а молитве я вам скину материал как только переговорим я сразу внизу скину несколько материалов я не буду время на это тратить самый объемный материал что говорит об этом святая библия святые отцы и каноны и жития святых то есть это очень большой материал из моей книги к истинному православию называется у меня муж маловерующий я слышал раздражает библия и когда я иду на утреннее и вечернее правило ну там вы даже ему где-то уступать а здесь не под каким видом умри но не двигайся с места потому что это не мужу уже будете противоречить а сатане который не желает чтобы душа спаслась и еще завтра мне нужно идти на праздник там будет ну водку будут пить короче но я не хочу туда идти но это наши кумовья я не пойду и он очень на меня обидится и не ходите не ходи не ходите ничего не будет обида пройдет вы просто придете там что-то скажете не так вас больше переживаний будет не пошла и всего это не наше общество вы салтыр считайте первой странице блажен муж который не ходит на совет не счастливый и не сидит в собрании развратителей но в законе господа воли его я законе размышать на день и ночь и будет как дерево посажены при потоках вод лист которого не вянет и все что не насчет успеет не так нечестивые но не как прах возметаемый ветром так что также я должна слушаться но где-то слушаться где-то нельзя слушаться потому что погибель муж теряет кафедру вот тебе сегодня говорит библию не бери храм не ходи не молись еще дальше будет господь говорит кто любит мужа остальных детей больше чем меня не достоин меня так что же мне разводиться с ним а чего это вы взяли разводить это от него зависит если он не думает жить это его дело никогда за него не цепляйся ты ухватилась зарезу господа и ребенок и ребенок и ребенок не ваш он божий вы понимаете вы впереди выставляете какие-то маленькие гнилые подпорки господь все это сломает если вы избранные этого ничего сережек у вас не будет в ушах он их выкинет эту мерзость выкинь всю в тазик сегодня же и выше маленько начинается первое абсолютно первый шаг отвергнись себя второе возьми крест который буду и следуй за мной а сегодня я за богом иду идешь и господь говорит кто не отвергся себя и не взял крест не достоин меня и не поминай даже ты не христианка ты покажи ему любовь потому что многие бегут на ресталище на стадионе но один получает награду и так бегите что получить не просто воздух молотить потому что мы соревнуемся нас много а награду один получает это не просто так ты всегда бери планку выше чем показали что ногами не задеть муж сказал нигде не оговаривайся делай что говорит пост сейчас будет великий пост скажи я варить мясо не буду ты покупай что тебе надо я буду варить суп тебе надо своей рукой положить туда мясо все он уже он сбежит он сбежит тогда вас не касается ну держись с мужем тогда зачем обманывать бога господь говорит первая западь возлюби господа бога твоему который тебя сотворил который дал жизнь глаза все землю воздух небо господа бога всем умом все для мужа не осталось ничего всем сердцем все не грамма уже всем стопроцентно все и душою всей крепостью твоей еще спрашивается какая у тебя крепость а но стопроцентно бог на 99 и 9 десятых не согласен потому что иисус отдал всю жизнь на кресте за нас а мы начинала он от меня сбежит до кому нужен такой вы еще не знаете может надо мы уже от вас убежал для вида только при при разводе только выявляется что жил как мусульманин с четырьмя вы никогда не ставьте преграды бог их сметет а у меня дети как бог детей убирает если ты избранная он забирает себе в царство небесное вы научитесь мыслить категориями священного писания всем умом всей крепости всей душой всем разумением твоим 4 все 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 господи я следую за тобой научи меня любить тебя он верту любит отца или мать больше чем меня не достоин меня даже не называется христианкой не достоин не позорь любишь мужа детей а с ними оставайся к власти будешь это все бог отнимет рано или поздно умрешь ты они никому не нужны а также когда все у я что настоящая христианка буду давать пример отвергнуть себя а теперь чтобы отвернуться себя надо узнать а что из себя представляю я но теперь и начни по порядку вот к этому возрасту вы что вы из себя представляете сколько из этого времени которое бог вам давал вы посвятили ему сколько средств которые бог дал вам заработать его посвятили ему сколько времени когда смотрели телевизор и все такое проще посвятили слову божию милости божией святой библии его увидите что отрекаться надо от того гнилого а как заполнить богом христом а у нас вот такие заповеди то мусульмане буддисты говорят мы не причинить заповеди мо живому христу он живой и живой и он отвечает при том отвечает сразу вот сейчас решили только говорить а господь сразу уже знает вашу нужду и он уже вам подготовил путь вы понимаете вы свой образ жизни не можете детям оставить в таком положении один раз услышала два раза не жди второго может не быть вот ну это очень тяжело конечно так вот взять и все перечеркнуть ну да и не перечеркнуть перечеркнуть еще можно стереть выбросить совершенно отрекись от этого мира это все чтобы говорить это мирское жена муж дети это все мирское кто любит мир в том нет любви отчей а то любимый ученик у тебя любви божией нету они на первом месте господь горит любите меня соблюдите мои заповеди а ты соблюдаешь свои заповеди далее дружба с миром есть вражда против бога но господи я же твой а вот впереди говорит прелюбодея прелюбодеясь вот название этим людям яков 4 глава 4 стих запишите себе запишите вы как в зеркало посмотрите яков 44 яков 4 глава 2 . 4 стих я вам не ничего не буду говорить кроме то что бог говорит я просто озвучиваю это книга я кого вас библия то дома есть ну конечно ну хорошо давайте яков 44 4 2 . 4 через двоеточие пишется 4 стих господь этих людей называют прелюбодеями вот муж изменяет жене или жена вышла при живом уже называться прелюбодейкой мы при живом христе а он жених нашей души а каждая душа это невеста христова прелюбодействуем друг дружим с поганым миром а то решительно надо сразу в один день я только начало воцерковление нету такого слова это одно из поганейших слов воцерковление враг придумал я начала я уверовала уверовала а воцерковление то научилась свечки ставить ходить когда надо а то глупости господь любит меня соблюдет мои заповеди и ты узнаете заповеди заповеди его самое первое возлюби господа бога всем умом повторяю всем умом советуется не с кем мой ум направлен к нему всей крепостью пока еще не согнула тебя дугой то болезнь какая там грыжа всем крепостью всей душой а в душе это пустота вожди во мне огонь господи я вам преподаю слово божие если она вас не вмещается значит вы не избранный сосуд вам бесполезно этого церковление но ничего не даст а почему серафим царовский говорит смысл жизни в стяжании духа святого вот запишите римлянам 8 9 послание к римлянам 8 9 прямо говорит кто духа христова не имеет тот и не его а теперь запишите мы считаем евангелие от иоанна беседа никодима со христом вторая глава если не родится человек свыше не может даже увидеть царствие божие даже мытарство не проходит вниз головой в ад летит они ходим не знает что заново войти в мото в утробу матери сейчас я засчитаю это минутку евангелие от иоанна заклинило потому что у нас тут с вами разговор идет вот да вот евангелие от иоанна смотрите я подчеркиваю да 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 подчеркиваю сейчас читаю новый завет да да вот новый завет а то третья глава 3 3 глава 3 3 между фарисеем был некто именем никодим из начальника пиудейских один он пришел к иисусу ночью сказала мурави и дальше пошел разговор он хвалит господа что так делаешь никто не может делать а иисус сказал в ответ истинно тебе говорю кто не родится свыше не может увидеть царствие божие то есть он увидел чудеса христова а господь никакого внимания на то я хожу в церковь это со христом встретился господь горит не это тебе надо тебе надо самому родиться свыше вот это надо просить а не выцерковляться а родиться свыше то стать другим у тебя другие мысли ты скажешь это я говорила мужа подставляла еще сумасшедшая была да как кажется моя вера я недавно начала тебя уже порча в тебе гнильев тебе на насадили ты живи словом божьим живым и радостным торжествующим и с улыбкой написано радуйтесь всегда радуйтесь смотрите я вам говорю дальше уже по сами разберетесь не ходим говорит ему как может человек родиться будучи старый неужели может по трубу матери войти своей родиться иисус отвечая сказал истина истина говорю тебе если кто не родится от воды и духа в россии там украине не может увидеть царствие божие рождённое от плоти есть плоть а рождённого духа святого есть дух не удивляйся тому что сказал тебе должно вам родиться свыше дух дышит где хочет голос его слышишь и не знаешь откуда приходит куда уходит так бывает со всяким рождённым от духа никодим сказал ему в ответ как это может быть иисус отвечает сказал мы ты учитель израиля и этого не знаешь истина истина говорю тебе мы говорим о том что знаем и свидетельствуем о том что видели а вы свидетельство нашего с большого буквы нашего троицы не принимаете если я сказал вам о земном и вы не верите как поверить если буду говорить вам небесном а то я считаю третью главу евангелия ты она вот это от нас бог будет спрашивать нерожденный свыше он может день и ночь ходить и причащаться никакой пользы нет кроме вреда но вы мне вчера написали чтобы я мужу вот не говорила про кого да да пока не говоришь по своим к что обычно говорил я имею ввиду хотя бы год это упреки были несогласия займись собой у вас ничего нету еще вы с нуля начинаете открой евангелие которая дала теперь господи дай мне рождение свыше крещение у вас когда было или не было крещение в детстве как крестьяне с полным погружением или голову мочили я этого не могу а вы узнаете а у кого а если не знаете найдите священника который крестит с полным погружением потому что если нету священников нет у нас городе таких но я не могу сказать город далеко от нас ну мы я волчевский живу это сколько километров за это очень много это донбасс понятно донбасс далеко у нас надо бы донбасса приезжают люди с франции из германии крещение принимают у нас 7 июля будет крещение в озере полное погружение это только у старообрядцев староверов да нет конечно а князь владимир где крестил то я в чашке что ли князь владимир то староверы был катаника все испохабил но конечно они только сохранились православа только они я поспрашиваю может быть найду нет это другое совсем вас просто заблокирует там не библию там и не не знают ничего вы в московской патриархии все станется все принимать и никуда не двигайтесь там такая рабская несвобода что вам вдохнуть не да не дадут вы просто я говорю про старообрядцев где у которых есть от правильно они их не готовят к крещению матка крещению готовили я в университетах продавал продавал преподавал там от трех до пяти лет у нас подготовительный срок шел 500 часов а сегодня в церковь пришел деньги заплатил пал был мокрой ладошкой иди еще смеяться то слово крещение переводится погружение я вам скину материала крещения о молитве вот я только сейчас поговорим я вас сразу скину много материала и вы считаете и смотрите этот материал я готовил 40 лет 40 лет вы меня озадачили конечно тогда давайте прощаться я вам не нужен потому что вы даже издалека в обморок падаете вы не знаете что при увеличении каких-то страданий это напишите 1 коринфянам 1 кор 10 13 1 коринфянам 10 13 господь увеличивает ее силу он больше дает так что могли перенести а если вы сейчас начинаете трястись вы без бога написано праведник смел как лев не тебя никто не свернет одна женщина самарянка стала говорить и весь город пришел у у колодца говорил когда с ней самарянка приняла христа город сихарь весь обратился а если мы будем так топтаться то мы конечно ничего и не сделаем а ты как исайя господь говорит кого мне послать а исайя пророк вышел меня пошли господь его ты у тебя рот нечистый чон ел молосно или там матерился я же не знаю устанет чисто по-человечески что-то говорил кого-то осуждал и тогда горит там херувимка серафим берет клещ и уголь берет и огненным углем провел ему по губам и он стал чистый а эти какие образы даются даже считаешь это пламя сердце загорается я когда в свое время был в армию пошел 59 год говорили но если дома мать была верующая нас евангелия не было не знали но знали в комсомол нельзя пионеры нельзя партии нельзя ну там чужими женщинами нельзя и и там материться нельзя кое-что мы знали страх божий был а пойдешь в армию тебя заставят я пришел в армию не заставили я сказал нет и все попятилась ложатся спать а я про себя молюсь вы сколько встает 440 всегда 440 где бы я ни был говорят эти географические пояса параллели там меридианы мешают неправда если ты для бога бог это все уберет в один день ну надо акклиматизировать если я приехал с украины в сибирь надо по-другому я из сибири еду до москвы я сейчас закончу я бы за закончу мне приглашение от митрополита в америку я лечу в финляндию сразу пересадка я через 9 часов я уже в америке на утро я там стою ровно 4 40 а разница в 12 часов а почему господь меня посадили в тюрьму я только об одном просил господи что угодно пусть сделай только двух молитвы не отними а там свет горит день и ночь в камере ты не знаешь ним ни в окно не посмотреть ничего нет лампочка светит и меня абсолютно минута в минуту ангел будил все время ровно четыре часа в четыре подъема всех шесть а в четыре ну и днем раза четыре или пять по полтора часа молитва я как на крыльях летел люди от страха погибает как не укрепить то чтобы иметь такой дух и святой а то дух святой дает и себя не узнаешь даже он вожжет такой огонь как еремея говорит я хотел молчать мне говорили замолчи апостолам говорили замолчи а они говорят кого больше слушать бога ли человеков и он говорит я хотел я усилился я не хотел скандала и не хотел конфликта но внутри меня в костях моих как огонь был разлитый другого бог не принимает ему не надо что там плесень какая-то идите по всему миру и проповедать евангелие господи да во всем мире 500 божеств разных нас убьют я сказал идите ли уходи в сторону привыкли расхлябанность какую-то апостолы не так они вышли перед всем миром кристос рогна христос царствует всем богам объявили войну сказали ваши боги без демоны и все 500 божеств и кто поклонялся объявили войну христианам пытки сожжение волга львам бросают ни одной той религии нет на земле а христианство 2 миллиарда исповедует ну и как мне веру укрепить с богом вот что слышала теперь начинаешь молиться только молитвы из уст не выпускаю молитве материал скину так и делай если конечно избранно если есть и ваша вы не избраны вам ничего не сделать теперь только моли господи избери меня много званых но мало избранных слышали вот и все узкий под тернистый путь и узкий вход царство небесное с нашими лишними животами то не пролезем еще получается вдруг я не избранная а вот избранных еще и не будет поэтому старайся быть избранной покажи господу господи обычным обычным что делать которые просто вот как бы ну веруют библию читают да ничего нету там они ходят и живут с мирскими выпивает и творят такие беззакония у них нет огня они не благовествуют евангелие не раздают никому о христе не говорят церкви христовой не призывают они мертвые это выкидыш абортированная и таким лбы мощит за деньги крещение принимать надо быть наученным знать все второе с троекратным полным погружением чтоб священник крестил тебя полное до волосинки под водой должны быть три раза во имя отца и сына святого духа и третье чтобы это было бесплатно если деньги замешанная по проклятию придает все это симония называется денег не должно быть патриарх алексей второй говорил что вы делаете это симония симония это смертный грех симон волк хотел купить дары у апостола петра он говорит к тебе в погибели эти деньги будут игре стал называться по имени этого симона волхва это волшебники вот у нас общины 2 православные вот если вы будете смотреть увидите как совсем недавно 3 февраля 3 февраля то вот она рядом у нас было батюшки нашему моему брату 40 лет как он священник то и от московской патриархии тут служил у нас прямо в храме метрополит алтайский барновский удивительный человек отец родной со священниками он тут был диаконом служили у нас здесь и вот вы если посмотрите то и увидите какая красота как одеты люди какой порядок никто не ходит у нас тарелка не ходят никогда у нас нету продаж из вещей ни за что деньги не берутся платится десятина десятина все покрывает а десятину бог установил а торговлю изгнал говорит дома и дома молитвы наречется вы его сделали домом торговли вертепом разбойников таких у нас же таких храмов то и нету как у вас вы не знаете может быть и есть нам тоже говорили ничего нельзя сделать а вот сделали мы 27 лет с нуля православной деревне восстанавливаем и 5 качеств должно быть человек должен доказать что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует я с вами говорю вам меня видно да да я вижу как-то отображается маленькой это часа щелкну посмотрю я вижу вас а я вижу теперь вот брат какое дело то если вы думаете принимать крещение то когда священник сейчас считает слушайте внимательно там будет такой возраст и лица оглашенные из идите вы даже выйти из храма или где-то там у порога стать чтоб тебя не видно было алтарь чтобы не видела а когда скажет с миром и зыдем в это время можно выходить то есть ты начала готовиться к крещению а как готовится я вам скину материалы при том ни один священник ни один папа римский не вы патриарх православный ни одного слова не вякнет в ответ почему авторитет священного писания превыше как говорит феофан затворник то священие говорит благословляю а бог говорит не благословляя и что будет на небе утверждено но они взяли как будто власть на самом деле ничего это нет у них власть тогда когда они поступают по слову божию а так они враги волки лютые а где это написано деяние апостолов 20 глава 29 стих запиши деяние 20 29 но почему так поступает люди но почему ответ один матфея 22 29 матфея написано заблуждаетесь не зная писание не силы божьей писание не знают и силы божьей не знают они не знают что бог все может сделать бог сделает так что вот мне надо на самолет я бегу я на три часа должен был раньше бар а порту быть пробка пробка только про я смотрю еще успеваем вообразить просто картину вам рисует это только выезжать на перекресток машина ударила нашу машину я опоздал берет пропал проходит полдня не прошло говорят самолет упал в море откуда бы я знал откуда у нас церкви один был он как этот чтец или кто я не знаю но я к нам вроде не был бы и он в футбольной команде был а выпивал но выпил и проспал самолет разбился он один остался живой теперь плащет о всех футболистах мы не знаем как бог повернет путь не знаем просто я не знаю и ответ один я знаю я богу доверяюсь 7 крат в день я стараюсь встать на молитву вот по 100 поклонов сколько раз 700 и поклона по сотни за свой сотенка у меня я 50 не признаю даже это 2 надо купить и вместе соединить за раз и вот если я считаю три святое царю небесный утешителю я вам все вышли сейчас семикратная молитва там все сказано на это уходит на один раз семь минут ну чё до 7 минут это еще какие вы делаете земные нет если если вы можете земные то делать уже в пятницу вечером не делается во время поста желательно мне я не делаю у меня 2 2 2 еще грыжи и операцию сделали мне вообще нельзя было садиться только стоять или лежать я на самых тяжелых работах жизни работал рельсы шпала носить а люди то прогибаются подожмет ноги на 1 2 тяжести ложится и позвонки передавили все но я благодарю бога я еще живой живой а мне уже вот 10 июня будет 80 лет а у меня три голубят не я каждый день лажу там в деревне голубят и даже в избе у меня голуби специально живут уже вывели я знаю я ваше видео но вот вот так значит я вам говорю чтобы вы всегда были радостны написано радуйтесь еще раз радуйтесь а мужу сразу заяви как ультиматум скажи я варю суп ставлю но мясо класть будешь сам для тебя отдельная кастрюля будет мы свое отдельно едим скажи я тебя не обижаю ты срам разруби вот она закипела я тебе скажу там володя как звать подойди положи мясо и все картошка лапша я все сама сделаю мясо я не буду прикасаться написано не делай ближнего того что себе не желаешь мы даже выполнить это у меня сколько назад на занятия ходили женщина я одновременно вел занятие в пяти университетах и ни разу не было чтобы кто-то бросил жену наоборот он зауважал ее коснулась это выпивать а там но на жен жалуется он горит не моя не такая ты посмотри какая она изменит какой платок у нее а если ты еще храм ходишь она бьет просветленная какая-то это был паустовский такой константин константинович писатель но безбожник то а сын потом вырос и говорит папа почему вот мама какая-то все светлее и светлее делается каждый раз придет прям как лучи от едут а ты все темнее и темнее он говорит сынок у мамы встреча со христом впереди а у меня кроме могилы ничего нету я страшусь смерть это она радуется сегодня завтра сегодня завтра когда умрет это умрет перешагнула теперь она с господом все кончилось там нет ни печали не болезни там все и навеки вечное а у него период только черни умирающий огонь не угасающий чё сынок спрашивают я ничего не могу сделать с собой вот так вот я читал рассказ был кажется берег назывался юрия бондарева коммунист такой ярый коммунист но и в журнале огонек печаталась это советское время было там случилось так что у них игорь был сынок и он умер и и вот они но она то пищали его на сын то один остальных то может абортами убили моя мама не убивалась два ребенка умерла ну и что еще десять осталось десять осталось нас пять братьев пять сестер и вот они едут мимо храма но она говорит ему платоша останови платоном звать его я схожу храма ничего не говорит он все еще там с сыном зациклился и он погиб сын и вот я долго нет еще же она там делает в храме это маленькая поглядя найдет он глянул она такая какой-то радость а тоже сидела хмурая такая тысяч ты еще так а она грыст платоша я щел узнала игорек наш жив мы будем встречаться с ним когда господу придем он младенец его он крещен был я тебе скажу ты коммунист я тайно крестила его церкви он как ангел теперь и теперь мне это земло и все только одно прославить бога любящего меня продли мою жизнь господи ты не против что я свои зарплаты будут я знаю тут бабушек живут так бедные да нет конечно марина да я тебя так люблю ты бы платоша пошел да я не могу я коммунист ну ладно 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 все понятно это в то время в советское время такие слова говорить писать это еще это стоило он сейчас живой этот писатель скажите мне в нашем городе вот четыре церкви и все четыре церкви я знаю что там нету полного погружения и кругом там берут деньги это получается что мне туда больше не ходить ходить можно крещение нету там а то обман вы подойдите поближе к священнику и скажите батюшка я узнал вот такие условия а то где-то там в воронеже в германии даже такое скажут ничего лапкина насчиталась они знают что я уже 40 лет долблю это не просто так у нас поехал епископ а его патриарх спрашивает а какие у вас отношения с лапкиным патриарх и вот спрашивает он горит хорошее докона вас знает я говорю не то знает мы обним а обнявшись говорю стоим но еще в духовно надо верить в бога любить бога я говорю об алексеи втором если ты для бога господь говорит отверзу двери если у вас зарплата есть уже десятину откладывать десятая часть 100 заработала 10 отложи в сторону тебе не принадлежит ты заработала 90 а тебе бог приложил десятку что ты своей рукой вернула ему положи пока потом увидишь где торговля есть десятку отдавать нельзя туда священникам где нет торговли туда и отдай чтобы держать священство десятина называется но десятина и должна хоть чуть чуть больше дать если наша правильность не превысит правильности книжников парисеев мне вот господь благословил я когда услышал но я очень сильный был и я решил буду давать не десяти на девять и стадию рублей 90 отдавать все время и 56 лет прожил вот так но поэтому я всегда на двух торговых работах понимаешь я хвалюсь не собой господом это невозможно мне работать не давали я прорабом был учился после этого на штурмана а пришлось делать печь и я пищи их 40 лет плотник бетонщик заработок у меня отличная а выработка 280 300 процентов представляешь у меня всегда деньги есть и ни разу не было без денег и бог знают он за мной наблюдает вот мы когда у меня вышло 38 книг из печати 38 томов и ехать надо куда мне на сердце бог положил подарить библиотеке мира и мы бар на выли живем до владивостока доехали тихий океан потом следующий год поехали туда доехать до лиссабора атлантический океан прошли прибалтику скандинавию 650 городов больших сел позади на 35 миллионов подарил а пенсия у меня 8000 141 рубль 33 копейки вы знаешь понимаешь я говорю радостно потому что все это от бога моего там ничего нету это нельзя сделать так это нет там больше 50 лет я в рот мясо не беру проводку вино даже не поминай никакого не пива ничего почему господь на это неважно это не витарианец этого сдержание мясо не запрещено ешь ну посты должна знать я вам посте скину материал я вам сейчас я держу я буду держать один великий великий пост еще среда и пятница держу да а другие посты кому а что другие надо держать еще такое то я решила ты сама по себе не решай это церковь православная церковь православная то любящая мать есть петров пост рождественский и успенский это я знаю это надо соблюдать они так настрой себя на это и господь покажет тебе вот посты там вот которые эти да это а в апостольских правила там 80 это какое там правило то мне сейчас скажу кажется 46 а остальные посты пришли позже если бы даже сегодня отменила церковь я не их не брошу это такое счастье жить в посте такое единодушие после молитва это неземное состояние вот когда молишься вот совместе поклонов это семь минут ну и своими словами 7 минут не торопясь ну 8 минут ну скажи что разве это много мы в туалете больше время проводим и за столом больше а это 7 раз не считай утренней вечерней молитвы это 900 поклонов и после поклонов говорить даже не хочется вот в душе такая радость песня звучит и все как будто птичий базар у тебя радостно радостно на душе и душа на что-то откликается и хочется открыть библию посчитать кому-то побежать помочь это бог делает вот эту жизнь в бой и люди не знают они сочувствуют я вот забы говорят а какие у вас самые такие приближенных богу были моменты в жизни я скажу когда я лежал на операционном столе и когда меня крутили сворачивали мне головы и руки в тюрьме это самые счастливые моменты я не с такой радости вспоминающийся какое ощущение бог дал ощущение и ощущение пред богом притом я вам когда сейчас скину материалы вы наши ресурсы знаете если зайдете на наш сайт 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 на сайте там первая книга для слова божия нет уз автобиографично пока на ютубе читаю и смотрю ваши видео на ютубе видя нет на сайте я на сайте говорят книги и прям первая книга для слова божия нет уз и кисному православию и вы только зайдете дальше открывая оглавление посты и молитвы все я буду не отдельно посылать извините мне пора все до свидания с богом аллилуйя